Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня наконец-то я добралась сделать бурную подкормку своим томатам опрыскивания. Я об этом говорила еще неделю назад. И вот в описании к этому видео я скину ссылку двухлетней давности, где я обрабатывала, делала точно такую же подкормку, когда томаты были вот такие огромные. И я говорила, что упустила первую подкормку в фазе начала цветения. В этом году я постаралась не упустить. Вот сейчас в начале цветения я делаю вот это опрыскивание бором. Сейчас им оно необходимо. Я вот сейчас покажу, как опрыскиваю, а остальное все я уже сняла и рассказала в то время, когда я разводила раствор. Опрыскивание делаем сплошное. Не бойтесь, некоторые боятся попадать на цветочки. Спрашивают, опрыскивать ли стволики. Все, от начала до конца, и стебельки, и листики, и стволики. Мелким-мелким распылением, чтобы капельки оставались на листьях, чтобы раствор не стекал. Все. И, конечно, лучше в пасмурную погоду, утром или вечером. Вот у меня сейчас утро, погода пасмурная, очень долго будут сохраняться капли. Это наибольший будет эффект. Все. Дальше я буду показывать, как я развожу. Если говорить про бурное опрыскивание, то тут даже не так, не столь важно правильно научиться опрыскивать. Это мы все умеем, потому что мы опрыскивание проводим по листу часто. Тут важнее намного узнать, как приготовить правильно этот раствор, потому что это есть свои нюансы. И самое главное, для чего вы это делаете? Вы должны знать, зачем вы делаете каждую подкормку. Я уже говорила, что если вы собрались подкармливать тем-то или тем-то, вы должны для себя, у себя спросить и обосновать, зачем вам эта подкормка нужна и нужна ли она. Вот я сейчас буду готовить раствор борной кислоты и расскажу вам, зачем мы ее делаем, зачем вообще нужен растение бор. Потом, сколько раз рекомендуется делать, а самое главное, когда, в какие периоды важна именно вот это опрыскивание бором. Почему именно вне корневую подкормку, а не поливать под лист, что мы получаем в результате этой подкормки и чем можно ее заменить. Ну и, конечно, про правила. Расскажу, как подкармливать правильно. Так, начнем с самого главного. Зачем мы делаем опрыскивание борной кислотой? То есть, зачем вообще нужен бор? Бор это микроэлемент, вот написано, для развития, плодоношения растения. И вот у меня этот бор садовый, но не важно, ну борная кислота, не важно, можно купить в аптеке, действия одно и то же. И вот тут написано, что бор необходим растениям в течение всего вегетационного периода. При недостатке бора нарушается рост и развитие органов плодоношения растения. А подкормка микроудобрением, содержащим бор, увеличивает урожайность, способствует увеличению содержания сахара, витамина С и каротина в плодах, повышает интенсивность цветения цветочных культур. Вот мы, я сейчас именно буду делать, у меня свои причины. У нас длительный период похолодания стоял, я уже говорила, теплицы наглухо закрыты. Никакого проветривания, никакого шевеления томатов не было. И поэтому я опасаюсь, что будет плохое опыление цветов и уменьшится количество завязей. Вот главная причина моя это, ну и вспомогательная причина, это конечно просто, он во-первых повышает иммунитет у нас растения. Я в прошлых видеороликах рассказывала, вот по ссылке можете посмотреть. После обработки и листья распрямляются некоторые, которые загнутые, и конечно повышается вот это вот количество опыленных, благополучно положительно опыленных томатов, ой, этих цветков, будут опадать цветы не пустоцветы, а именно те уже, которые опылились. Вся моя вот эта подкормка направлена на увеличение завязи, на улучшение опыления. Начинаем. Я взяла вот садовую, начинаем готовить. Я взяла садовую, можно взять обычную аптечную, но в садовой вот здесь прям все, я делаю по инструкции, все написано, что как применить 5-10 граммов препарата в 10 литрах воды. Вот это у меня 10 граммов. Но так как 10 литров воды мне не нужно, растения у меня еще маленькие, вот потом уже вторую подкормку я буду делать, я может быть разведу и 10 литров. Я разделила весь пакет 10 литров на 2 части. Вот вы видите, у меня здесь весы, я половину отложила в пакетик, я развешала. Можно просто визуально на 2 части разложить. Вот эту я оставлю на вторую подкормку, а ту, которую я отвесила, я буду сейчас разводить в воде. Тут самое главное выполнить условия. Вода должна быть горячая, не обязательно кипяток, но 50-60 градусов должна быть, потому что борная кислота в холодной воде не растворяется. Или растворяется очень долго, очень плохо. Растворять рекомендуется только в горячей воде. Вот в горячую воду я вот так вот помешаю. Сейчас она у меня растворится. Потом я перелью в обыкновенную, вот в такую маленькую брызгалку, потому что растения у меня маленькие еще. И большого объема вот этого раствора мне не нужно. Ой, я упустила. Вот в маленьком количестве воды я разбавляю и доливаю до 5 литров. Короче, я сегодня делаю половину дозы не на 10 литров, а на 5-литровую баклажку. Все, и вот с этой 5-литровой баклажки я наливаю, один раз налила и сбрызгаю, второй раз налила и сбрызгаю, потому что я буду опрыскивать не одну теплицу, а у меня уже высажено 2 полностью и одна половина. Все, как я опрыскиваю, я сняла, вы посмотрите, ничего сложного там нет. Самое главное вам знать вот это вот, сколько раз опрыскать, когда. Вообще рекомендуется, если по-хорошему все выполнять, 3 таких опрыскивания. В фазе бутонизации, в фазе массового цветения и в фазе завязывания плодов. Вот у меня сейчас, можно сказать, фаза бутонизации, потому что у меня первая, вторая кисть только начинают расцветать. Массовое цветение будет, это вот тот видеоролик, когда в июне, когда я стояла, томаты с меня ростом, все покрыты желтыми цветами. Вот это будет фаза массового цветения, а у меня можно сказать, что фаза бутонизации. Но я уже еще раз повторю, что я не только для того, чтобы цветы опылялись, но и просто, чтобы помочь вот в этот холодный период, чтобы повысить иммунитет, чтобы все это... Вот сколько раз я вам сказала, 3 раза. В прошлом году я упустила, делала 2 раза. Если пропустите 1 раз, ничего страшного, можно в следующую фазу обработать, но будут 2 обработки. Даже если вы обработаете 1 раз, и то вы хорошо поможете своим растениям. После вот этого... Так, сколько раз и когда я сказала, и главное, что мы получаем. Вы, у кого вот, например, томаты в таком, в не очень хорошем состоянии, вы должны заметить сразу. Во-первых, и цвет листа должен увеличиться. И они сами как-то, ну как, пободрее выглядят. Но вообще, конечно, он... Даже есть те невидимые процессы, которые он как запускает. Будет больше цветов, возможно, было бы меньше, если бы вы не обработали. Будет больше завязи, и возможно, бы половина завязи не было бы, если бы не было обработки вот этого опрыскивания. Когда вот, например, в фазе уже налива плодов будете обрабатывать, возможно, томаты будут слаще, чем были бы они без обработки. Но это то, что мы не видим, то, что вот это невидимые изменения, они все равно происходят. Потому что бор очень нужен, и бора у нас в грунте нет. Его мы вносим только вот так вот, под кормками. И он не накапливается, вот в чем проблема. Поэтому мы делаем за сезон многократно, один раз, второй раз и третий. Вот сколько сейчас возьмет растение ваше, бора, нигде оно больше не накопится. Он, если, например, в грунт поливают, он уйдет в грунт и все. Это вот такая обработка, которая нужна именно в тот момент, вот в фазу ботанизации, в фазу завязывания плодов. И почему именно листовая? Именно для контакта, для полнейшего контакта, для большего эффекта. Вот сейчас препарат, мы побрызгаем, вот эти капли, они сразу с листом войдут в контакт. И растение, если ему нужно бор, оно сразу его возьмет. Все. Потом, правила, ну правила очень простые. Если, или утром, или вечером, или в пасмурную погоду, на солнце нельзя, все-таки это борная кислота. Хоть и минимальный здесь процент, но могут быть и ожоги термические вот на солнце. Все выполняем то же самое, что и при всех других опрыскиваниях, подкормках. Лучше пасмурную, утром или вечером. Опрыскиваем все сплошняком, не боимся. И что еще сказать? Конечно, кислота борная, она хороша, но она незаменимых у нас веществ почти нет. Ее можно с успехом заменить. Можно сделать подкормку макбором, как я уже говорила. Сейчас очки одену и прочитаю. То же самое написано для повышения урожайности. И то же самое здесь написано, что входит магний и бор, важнейшие элементы, обеспечивающие рост, развитие растений. Бор и магний способствуют повышению устойчивости растений к заболеваниям, формированию жизнеспособной пыльцы. То есть, это тоже, вот эта вот обработка будет направлена у нас на лучшее опыление, на лучшее завязывание, завязываемость плодов. Необходимо на всех видах почв признаки недостатка магния и бора. Это интенсивное пожелтение, увядание листьев, отсутствие бутонов, отмирание точки роста и опадание недозрелых плодов. Можно заменить, если у вас нет борной кислоты, можно заменить вот макбором. Многие им пользуются и многие, я читаю, положительные такие хорошие отзывы о нем. То же самое действие может дать вам обработка янтарной кислотой. Тоже написано, активизирует иммунитет растений для внекорневых обработок растений, то есть для опрыскивания по листу. И также назначение повышает устойчивость растений к стрессам, холоду, засухе, заболеваниям, ускоряет прорастание семян, рост корней и побегов, улучшает завязывание плодов, повышает урожайность. Вы заметили, что все вот эти вот описания, я вот первую вам прочитала, борная кислота, янтарная кислота, макбор, все описания идентичны. Все их применяют во время цветения, во время бутонизации, во время завязывания плодов, для того, чтобы большее количество опылилось хорошо, удачно, чтобы плоды завязались и, естественно, чтобы был выше урожай. Вот эти подкормки, те, кто грешат вот такими названиями-зазывалками, пишут, супер подкормка, сделайте это и у вас вырастет море томатов. Но я этим не увлекаюсь, я не люблю такие названия, которые, ну, для заманивания зрителей. Но вот про эту подкормку я могу сказать, да, это очень хорошая подкормка, вот это опрыскивание. И да, от нее действительно повышается урожайность, и да, ее можно назвать супер подкормкой, если не кричать об этом вот так вот в рупор, а просто объяснить доходчиво до человека, что да, действительно, это хорошо. Конечно, это не супер, она можно назвать и это супер подкормка, и это супер подкормка, и это супер подкормка, и еще можно 10-20 подкормок различных назвать супер подкормками. Но главное, чтобы вы понимали, что в какой период вы ее будете делать и для чего вы ее делаете, все. Я вот вам рассказала, как можно подробнее о подкормке. Главное разводить в горячей воде, действовать лучше всего, конечно, по инструкции. Если возьмете, например, в этом, ну не в садовом магазине, а в аптеке, придерживайтесь тоже вот садовых инструкций, все. У вас будет и завязываемость лучше, особенно если вот такой холодный период, даже не только для завязываемости, а просто для поддержания растения, для повышения иммунитета, помочь ему пережить вот эти трудные времена, поможет опрыскивание бором. До свидания, с вами была Ольга Чернова, извините, что долго и нудно, может быть, кому-то опять покажется, но вся эта информация очень важна, особенно для начинающих, чтобы не сжечь лишний раз, не сделать, например, в солнечную погоду. Чтобы вообще человек просто осознавал, для чего он это делает. Каждое наше действие в огороде должно быть обосновано. Все. Продолжение следует...